Президент Ирана Рухани прилетел на саммит Шосс и провел переговоры с Владимиром Путиным в сложный момент для своей страны. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в подрыве танкеров в Оманском заливе и направил в залив американский эсминец с крылатыми ракетами на борту. При этом Трамп назвал иранцев нацией террора и представил странный видеоролик, якобы доказывающий причастность Тегерана к нападению. Но к размытой смонтированной записи возникли вопросы даже у ближайших союзников США. О том, к чему может привести эскалация в регионе. С места событий репортаж моего коллеги Евгения Поддубнова. Американцы ищут повод для нового витка противостояния с Ираном. Через сутки после нападения неизвестных на нефтяные танкеры в Оманском заливе президент Соединенных Штатов Америки открыто обвинил Тегеран в атаке на гражданские суда. Более того, Дональд Трамп успел заявить, что магнитные мины это характерный иранский почерк. Хотя с таким заявлением многие бы эксперты поспорили, в мире достаточно специалистов по подобным диверсиям. Центральное военное командование распространило видеозапись, которая якобы подтверждает причастность Ирана к нападению на танкеры. В комментариях к видеозаписи представители США утверждают, что офицеры корпуса стражи Исламской революции снимают с борта одного из танкеров неразорвавшуюся магнитную мину. Видео якобы было сделано разведывательным самолетом США, который был в воздухе во время атаки на суда. На видео плохого качества действительно видно, как некий катер приближается к танкеру и после манипуляции у корпуса отплывает. Неясно только, почему американцы сделали вывод, что судно принадлежит корпусу стражи Исламской революции. Госсекретарь США Помпео даже не стал дожидаться публикации видео. Накануне обвинил Иран в нападении на свободу мореплавания. Эти ничем не спровоцированные нападения являются угрозой международному миру и безопасности. Открытым нападением на свободу мореплавания и демонстрируют неприемлемую кампанию по эскалации напряженности со стороны Ирана. Но в мире с сомнениями относятся к американским заявлениям. То, что многие думают, озвучил глава немецкого МИДа. Он заявил, что американское видеоинцидента с танкерами в Оманском заливе не позволяет сделать выводы об ответственных. Тегеране отвечают Вашингтону. Иран не имеет отношения к нападению на гражданские суда. Более того, иранские военные первыми пришли на помощь и организовали эвакуацию экипажа танкера «Фронт Аль-Таир». На борту судна было 11 граждан России. Никто из россиян в результате взрыва не пострадал. И вот, что сообщили моряки сразу после того, как оказались в Иране. Нас очень хорошо приняли и обеспечили отличный сервис. Сразу предоставили воду и еду. За нами хорошо ухаживают. В Российском профсоюзе моряков отметили, что консульские учреждения России делают всё возможное для того, чтобы члены экипажа как можно быстрее были доставлены на родину. Также в профсоюзе заявили, что грамотные действия капитана танкера «Фронт Аль-Таир» помогли провести эвакуацию успешно. Самое главное, что никто не погиб и никто не пострадал. Опять же, благодаря грамотным действиям капитана. Всё, что необходимо делать на сегодняшний день, будет сделано и со стороны Российского профсоюза моряков, со стороны кроинговой компании, которая их нанимала, и со стороны судовладельцев. Члены экипажа второго танкера были эвакуированы американскими военными. В ходе спасательных действий моряки США и обнаружили неразорвавшуюся магнитную мину. Кстати, сообщение о том, что одно из судов было атаковано торпедами, уже опровергнуто. И понятно, откуда появились данные о том, что для атаки использовались торпеды. Опубликована запись радиосигнала о бедствии, который был подан в судно «Хёнде Дубай». Оно находилось недалеко от танкера «Аль-Таир». На самом деле Иран сейчас менее всего заинтересован. Вашингтон же, напротив, уже воспользовался происшествием для того, чтобы усилить военно-морскую группировку. Сюда направлен ракетный эсминец типа «Арлибёрк», на борту которого есть крылатые ракеты «Томагавк». Евгений Поддубный, Владислав Додонов и Дмитрий Масленников. Вести. Оманский залив. Продолжение следует.